Игра для крыльев советов не задалась с самого начала. Проходит 20 минут, и вот уже судья назначает пенальти по их воротам, а затем и вовсе дает красную карточку. С поля удаляет сербского защитника Сарджаном Мияловича. Но похоже, это решение рефери только раззадоривает футболистов Самарского клуба. На 42-й минуте они забивают мяч 1-0. Успех надо закреплять, но сенсации не случилось. Шанс выиграть у Оренбурга в меньшинстве крылья упускают. Все ждали игру, готовились. Несколько месяцев без футбола. Все ждали очень эту игру, были рады. Как раз-таки первые минуты, я думаю, после перерыва были рады. Но потом случилась пенальти красная карточка. Все были в шоке. На самом деле я тоже не понял, почему красная, вроде бы желтая. Ну, без разницы, так случилось. Играли, вытащили пенальти, играли по счету, понятное дело, вторым номером на контратаках. Забили свой гол и не хватило 3-5 минут. Двоякое ощущение, вроде бы в десятером неплохо играли. И я думаю, если перед игрой, так сказать, что в десятером там будем играть за 10-й минут, и в итоге выставим мячу, они на пенальти еще не забили, то, может быть, согласились на это. Но на самом деле, как шел матч, забили гол. В принципе, старались ребята, молодцы. И были еще моменты, можно было убивать интригу где-то в середине второго тайма. Во втором тайме Оренбург усилил натиск на ворота крыльев Советов. Но самарскую команду спасала то перекладина, то филигранная игра вратаря Евгения Фролова. Однако гости добились успеха. За пару минут до конца основного времени счет сравнялся 1-1. Дополнительные три минуты не изменили счет в матче. Весеннюю серию игр крылья Советов начинают, набрав очки. Однако этот успех не позволяет самарцам подняться вверх по турнирной таблице. Они по-прежнему на предпоследнем 15-м месте. А это прямая дорога в более низший дивизион чемпионата страны – футбольную национальную лигу, как это было уже не раз с самарским клубом. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok